Главное торжество, впрощенное воскресенье, развернулись на площади Куйбышева. Самая большая площадь Европы выместила в себя пять тематических концертных площадок, 38 объектов общественного питания и 70 палаток торгующих сувенирной продукцией. Праздник состоялся с соблюдением всех санитарных требований регионального Роспотребнадзора. Все так это расставлено хорошо, нет кучности такой, как вот раньше было, непонятно куда идти, все так по зонам распределено, очень хорошо организовано. Очень впечатлила Маслена, вот эта большая, очень красиво украсили в этом году площадь Куйбышева. Очень приятно видеть работу самарцев на конкурсе. Задолго до основных торжеств самарцев и гостей города пригласили принять участие в конкурсе «Маслена. Гости дорогая». Усилиями индивидуальных авторов и целых коллективов было изготовлено 447 кукол, которые разместили в качестве выставочных экспонатов на площади Куйбышева в завершающий день масленичной недели. Встречать весну на главную площадь города приехали жители в гости областного центра. Побывал на празднике и глава Самары Елена Лапушкина. Я хочу поздравить всех дорогих самарцев с замечательным праздником. Сначала весной, с масленицей. И простите нас за все, что мы не сделали, но мы обязательно это сделаем. В сравнении с прошлым годом количество объектов общественного питания и торговых точек увеличилось на 30%. Безусловно, это связано еще и с пандемией для того, чтобы разнести людей, развести и соблюдать социальное дистанцирование. Мы очень рады, что мы с каждым годом этот праздник празднуем все лучше и он становится любимым для наших горожан. В этом году масленичные народные гуляния были отменены из-за эпидобстановки. Увидеть выступления творческих коллективов жители города могли с большого экрана, который разместили на площади Куйбышева. Здесь же расположили арт-объекты и фотозоны, где самарцы гуляли и фотографировались. А на специально оборудованных торговых точках все желающие могли последовать, к примеру, главы Самары и приобрести милые сердцу сувениры и аксессуары. Ольга Павлова, Константин Головин. События.